Дело в том, что сегодня наш гость в студии, человек, который знает про торты и даже про торты не понаслышке. Встречайте, Катерина. Катерина, здравствуйте. Здравствуйте. Встречаем Катерину. Катерина, человек в Бостоне, известный не только замечательным голосом в караоке, а еще и тем, что она основатель и кондитер. Правильное слово? В Белкин бейкери. Вот такая замечательная бейкери есть, где делают много всего всякого вкусного. Я сразу скажу, что я пробовал много всего. Мое любимое – это зефир. Я на всех случаях предупреждаю, если вдруг вы решите отблагодарить, послать зефир, это на все. Я все помню. Но, Гарик, вы не женщина. Это правда. Катерина, здравствуйте, спасибо, что вы сегодня с нами. Здравствуйте. Рада всех видеть. Давно не виделись. А мы здесь, тем не менее, каждый понедельник. Заходите. Я смотрю, да, но как бы вживую хочется всех увидеть. Это правда. Катерина, в двух словах мы решили вас пригласить, потому что у нас шоу, в том числе, и о еде. Расскажите в двух словах про… Я вас, в принципе, достаточно давно знаю, при этом никогда не спрашивал. А вы основали свою бейкерик сколько лет назад? Ну, два с половиной где-то. Два с половиной года. Как оно начало работать, да, это где-то два. Окей. Ок, смотрите, вот уже ваши фанатки подтянулись. Привет, Катерине. Татьяна, здравствуйте. Так, расскажите, пожалуйста, что такое Bell Kids Bakery? Вы… У вас есть специализация какая-то, кроме зефира, которую я просто пробовал, мне очень нравится. Но в целом, чем вы занимаетесь? Основной род деятельности? Основной – торты и десерты. Это то, что вот… Ну, я много чего делаю, но это самое, наверное, мое любимое. То, что мне нравится декорировать торты. Что делать? Декорировать. А, декорировать. Делать декор. Да. То есть каждый заказчик, он хочет что-то свое, что-то интересное, и вот они задают мне тему, и я над этой темой думаю, работаю и как бы воплощаю это на торте. Вот. Главное, чтобы фантазия не подвела. Расскажите про какой-нибудь вот интересный заказ, который вам необычный, который приходилось делать. Необычный? Они, ну, как необычный, там супернеобычного ничего такого не было, наверное. Все чем-то интересные заказы. Детские торты, вот они интересны тем, что нужно там нарисовать на прянике какой-нибудь героя, и это вот прям хочется сделать, потому что в итоге хочется… Ты в голове представляешь одно, а в итоге как бы у тебя получается или совсем другое, или там лучше, чем ты представляла. Ну, вот как-то так. Интересные заказы – это, наверное, свадебные торты. Вот, потому что свадебные, вот даже когда я его делаю, оно какое-то волшебство такое происходит. А вот тут Давид интересуется, а коржики вы делаете? Вообще, что такое коржики? А что такое коржики? Что такое коржики? Кто знает, что такое коржики? Ну, это плоские блины, из которых торт делают. Ну да, странно. Это как бы в медовике, в коржике. А как можно сделать торт без коржей? То есть просто начинка? Это муссовый. Так подождите, коржик – это что? Это как бы… Это то, из чего потом торт собирается. Это коржик. Ну, коржи, да. Может быть, третий в виду коржики. Торты из океи собираются. Может, имеется в виду какое-то национальное… Давид, вы нам объясните, да, что вы имеете в виду под словом коржик, а то вы нас конфузили. Пишите мне рецепт сразу. Может, это такие с детства коржики молочные такие? А что такое молочные коржики? Может, печенье какое-нибудь? Печенье? Молочное. Нет, молочный коржик. О, ну это невозможно объяснить. Надо попробовать. О, это невозможно объяснить. Это мне нравится. Хорошо, Катерина, расскажите, пожалуйста, так, а за сколько… То есть вы… Суть в чем? Вам заказывают торт заранее, вам присылают как бы макет? Я просто… Мне очень трудно себя представить. 3D-макет обязательно. Нет, ну потому что я видел эти… Я на вас в Инстаграме подписан. Я видел, там… Выглядит это следующим образом. Торт. И на нем гигантское количество, там, разных предметов. Очень прикольных. Я, естественно, запомнил с виски торт, там, где, там, бутылка виски, там, что-то еще было. А человек, когда заказывает… А был ли торт? И просто заказчик пишет, что нужен торт. Вот, допустим, или берут фотографии с интернет, ну, с моего Инстаграма, говоря, хочу вот такого дизайна. Или… Или говорят, допустим, детские, там… Подождите, подождите. С интернета что? Они присылают прям картинку? Хочу вот такой торт? Да. Если бывает, если дизайн такой я не делала, мне говорят, хочу, там, какой-нибудь, там… А так у вас есть картотека? Подождите, вернемся на шаг назад. А у вас есть картотека? То есть люди могут просто выбрать из уже существующих вариантов? Да, да. То есть в Инстаграме у меня есть все мои фотографии, то, что я делала, какой декор, разрезы тортов есть, чтобы люди могли видеть, что внутри торта. И если интересуют, они спрашивают уже по поводу, какая, что входит в начинку. А вы делаете торт со стриптизером? Да-да-да, потому что Михаил, у Михаила скажет день рождения. Михаил, вы хотите стриптизера в разрезе? Я хочу отблагодарить женщину. Вот это был бы, наверное, интересный заказ, да, но пока нет. Тут просто была идея тут в комментариях. Да, я видел. Просто делаете ли вы такие интересные заказы? Пока не делал. Тут вот Миша спрашивает, где этот веб-сайт посмотреть. Михаил, там вот, я не знаю, где вы смотрите, там внизу прям есть, по-моему, линк на Facebook-страницу, как минимум. Да, она у меня называется Кэтринс Бейкери в Facebook. Да-да-да, мы поставили линк, если, я думаю, Миша найдет. Вот, идите на запах торта. Вот, хорошо. Иди на запах саптизера. А у меня профессиональный вопрос. А как правильно, торт или торта? Вот мы тут и так, и так называем. Торта. Торта. А, ничего подобного. Ничего подобного. Это первое, что учится в кондитической школе. Да-да-да, первый год обучает именно это. Хорошо, я понял. А теперь, собственно говоря, зачем мы вас пригласили? Расскажите, пожалуйста, из чего делают зефир? Зефир? Лично я делаю зефир из пюре яблочного или какого-нибудь другого пюре ягодного. То есть он полностью натуральный. А что значит ягодное пюре? Стоп, стоп, шаг назад. Катерина, вы не рассказываете ему все, а то он перестанет к вам ходить. Ягодное пюре. Это ягодное пюре. Серьезно, а можно пюре, в смысле пюре, я говорю, можно научиться делать зефир в домашних условиях? Вот, видите. Научи, я могу научиться. Мастер-класс надо сделать. Мастер-класс по зефиру. Друзья, я просто, чтобы вы понимали, я вообще очень люблю зефир. А зефир от Катерины это просто очень вкусно. Он в виде виски, что ли, был? О, тут реально у нас прям бизнес-шоу. Люди серьезные вопросы. А вы по почте посылайте, например, в Нью-Хэмшн. Давайте уже ответим. Мы как бы у нас... По почте? Смотря что. Зефир, например, я посылала в... Господи, как он называется? Суседний штат. В Пенсильванию, вот. Я посылала зефир. И девушке в Бостон отсылала почтой. Но он не портится. То есть торт послать нельзя. Он испортится. Михаил, торт послать нельзя. Приезжайте из Нью-Хэмшнера к нам. На самом деле, спасибо за вопрос, Михаил. Вот. Совершенно. А есть торты разводные? Я думал вначале, что человек из Питера. Нет, нет, не об этом. Не свадебный набор. Думаю, что оформить какое-то было бы интересно. Серьезно, а вам заказали когда-нибудь торт на развод? Нет. Пока таких заказов не было. Таких должно быть два, на самом деле. Там марципаном написано, ты мне всю жизнь испортил. И главное, что торт в разрезе все время. На самом деле, друзья, если выбирать либо делать торты на свадьбу, либо на развод, то на развод намного более выгодно. Потому что на развод действительно сразу два клиента. Они с ума сойдут этот торт делить, вы чего? Мало ли, еще что-то делить, еще и торт. Да, еще адвокату нужно будет торт делать. Со словами начинаем в разделе мышц. Адвокату не нужно торт. Адвокат автоматически просто получает половину торта с обеих сторон. Просто слизывает кремом с того. Со стриптизера. С тобой. Прикольно. А какой самый большой торт у вас заказывали? А в чем измеряется вообще размер торта? Михаил, не говори, что стриптизера. Вот такой, вышины, вот такой, вышины. Я измеряю в килограммах. Я знаю, что американские кондиктеры, многие даже русские, пекут торт и вычах. Но я пеку по килограммам. То есть я считаю количество человек, умножаю и получается рез торта. То есть по килограмму на человека. Мне хотелось, да, хотелось уточнить, какой вес на человека. 150-200 грамм на человека. Этого достаточно. Вот. А самый большой торт у меня в прошлом году был свадебный, он весил 10 килограмм. Я вам профессиональное мнение скажу. Давайте примерно посчитаем количество гостей сейчас. На русской свадке 200 грамм на человека может быть недостаточно. Это одно из базовых правил русских свадек. После нескольких 200 граммов до торта уже, я думаю, как раз нормально. А из мороженого вы торты делаете? Нет. Сейчас у меня новая линейка тортов, я делаю мусовые торты из десерта. Но до мороженого еще не дошла. Какие? Мусорные, вы сказали? Мусовые. А, мусовые, да. Это примерно как зефир, только мягкий? Ну, наверное, да. Примерно. Только разными слоями. А его тоже 200 грамм на человека, или его можно больше запихать? А, это уже по-вашему желанию. А вы куда собрались запихивать? Это важно. Тут претензия от Ольги. Почему Катя такая худенькая? Это не честно. Я просто бегаю. Между тортами еще детей отвожу, забираю. То есть, как бы некогда поправляться. Тут еще детей от торта отхаскивать надо, я так понимаю. Мюсли. Мюсли в слух просто. Это были мюсли в слух от Давида. Подключайтесь. Катерина, а вы... Вопрос такой, очень для меня интересный. А у вас в семье, как бы, вы кроме тортов что-то едите, или вы с работы всегда приносите, там, не съедите, и у вас просто каждый день куча... Едим. Едим еще, да. Мясо. И второй вопрос. У вас вся семья, как бы, занята этим бизнесом, или это только ваше? Нет, это только мое. Это только я. То есть, как бы, все остальные не участвуют? Нет. Только я. Я никого не пускаю. А никого не пускаете? А почему? А люблю в этом самом, в одиночестве. Знаете, сосредоточилась и, как бы, работаю. Не бояю. Да. Как художник. Понятно. Ну, прикольно. И вопрос у нас все-таки шоу про соцсети, поэтому очень интересный вопрос. От ваших клиентов, где больше всего вас находят клиенты? Через какие-то соцсети или звонят напрямую, там, Инстаграм, Фейсбук, реклама? Как? В Инстаграме. Да. Большинство в Инстаграме. Есть и через Фейсбук, но... Я не знаю, как они меня находят, наверное, по хэштегам. Ну, русские, понятно. А пишут прямо в Инстаграме? Пишут прямо в Инстаграме? Да. Прямо в Директ, да? Да, да. Некоторые находят там, ну, ватсап, но это редко очень. В основном американцы пишут ватсап, да. Давид, Давид полон сегодня замечательных комментариев. В одиночестве можно незаметно плюнуть зефир Гарику на размышления. Спасибо, Давид, что вы подсказываете. Ладно, все. Катерина, очень прикольно, очень интересно. И главное, что я надеюсь, что я наторговал себе еще на один зефир когда-нибудь. На самом деле... Надо оставить этих комментаторов, попробовать действительно весь рабочий день плевать в каждый зефир. Я посмотрю, как они устанут. Это тяжелая работа. Смотрите, абсолютно неожиданный комментарий. Ждем, кстати, в гости Катиного мужа. У меня для него есть пара вопросов. Звучит очень угрожающе. Я даже не буду спрашивать, что в нашем эфире сподвигло вас, Игорь. Почему есть вопросы к Катиному мужу? У вас это прям... Связанная и прекрасная работа. Так, друзья, мы сейчас перейдем к следующей рубрике. Катерина, у вас есть шанс обратиться к нашим и вашим подписчикам, зрителям. Пару слов напоследок, и мы перейдем к следующей рубрике. Прошу. Спасибо, что пригласили на передачу. Очень интересно, рада всех видеть и поговорить вживую. Моим заказчикам хочу сказать большое, огромное спасибо за то, что выбираете меня, потому что этот год был очень нелегкий, но при этом у меня было достаточно работы, и надеюсь, ее не станет меньше, потому что я даже когда устаю и думаю о том, что мне все надоело, я больше не хочу, через часа два меня уже тянет до кухни что-то делать. Вот, тому большое спасибо, что не оставляете меня без работы. Продолжение следует...